Ант Росгвардии погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. И во время спецоперации в Украине погиб житель Нижневартовска. Он погиб при выполнении специальной операции на территории Украины. Похоронили Руслана Руднева в поселке Волжский Красноярского района. Православного бойца отбивали в Казанском храме. Похоронили Илью на родной земле. Ему было 25 лет, учился в большевиатской школе. Ему был 31 год. Погиб один наш земляк с контрактником, погибшим при исполнении воинского долга. Бурятии простились с Цебегжапом Бадмаевым. В Беслане прощались с Чермином Мисиковым. 24-летний гвардии сержант Солбон Тагонов. Погиб пораженец села Алча Красноярского района. Похоронили Максима на родной земле со всеми воинскими почестами. Андрею Шамко было всего 33 года. Похоронили военнослужащего Максима Кротова. Он погиб в бою за Харьков 24 февраля. Погибших военнослужащих родных в Драке. Вчера простились с сержантом Росгвардии Дмитрием Феденко. Прошли похороны капитана Александра Лысенко. Он погиб во время спецоперации на Донбассе. Сегодня республика прощалась сразу с двумя военнослужащими, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Погиб выпускник 2017 года военно-патриотического клуба Дома офицеров Патриот из Вайкалья Виталий Голубь. Погиб во время спецоперации на Украине. 9 марта погиб во время спецоперации на Украине. Северная Осетия сегодня простилась еще тремя военнослужащими. В Турской области простились военнослужащим Максимом Кротовым. Во время боя получил смертельное ранение. Простились со старшим лейтенантом Андреем Шампо. А накануне в последний путь проводили Алексея Шанарова. Пять десантников погибли, защищая Донбасс. Погиб весь экипаж. Им бы еще жить и жить. Спецоперация на Украине стала для него последней. Потерь в вооруженных силах России нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова